Всех представителей знака Зодиака Рыбы я рада вновь приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер и в текущем видео хочу вам предложить Тороскоп на июнь 2018 года. По традиции расклад вам покажет общую атмосферу месяца, события, которые наиболее вероятно отыграются в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. И карты дадут вам совет, как наиболее благоприятно и продуктивно провести вам текущий месяц. Хочу напомнить, что расклад общий, он выполняется для широкой аудитории, проиграться однозначно для всех он в принципе не может. По той причине, что вы имеете принадлежность к одному знаку Зодиака, а асциденты у вас у всех разные. Поэтому необходимо смотреть еще Тороскоп по своему асциденту в натальной карте. И смотреть, что для вас отыгрывается в большей степени. Тороскоп по знаку Зодиака, либо Тороскоп по вашему асциденту. Итак, настраивайтесь, пожалуйста, на расклад. Проговаривайте свое имя, дату рождения. И давайте смотреть, о чем же нам говорят арканы. Общая атмосфера месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Итак, общая атмосфера месяца. Здесь у нас падает перевернутый туз мечей. Во-первых, аркан указывает на разрешение, знаете, как ситуацию разрубить Гордеев узел. Это в целом принятие молниеносных решений, отсечение чего-то ненужного. Возможно, для вас это будет болезненный процесс. Но вместе с тем, это, знаете, ситуация, когда при помощи какого-то диалога, разговора, либо выяснения обстоятельств, вы расставите для себя все точки на «и». Поймете, что было к чему, почему так происходила ситуация, да, какие-то важные жизненные решения вы принимаете. То есть вы поймете здесь первопричины. Внесете какие-то коррективы. Помимо всего прочего, перевернутый туз мечей очень часто указывает, знаете, ну, какие-то вот резкие, молниеносные решения, которых вы, может, не ожидали даже от самих себя. Почему? Потому что это карта спонтанности. Это карта аналитики, когда вот вы все трезво взвесив, понимаете, что нет больше времени ждать, нужно это решать здесь и сейчас. Эта карта указывает на какие-то серьезные затруднения в планах. Это в целом какие-то вот тупиковые ситуации, когда вам их нужно разрешить. Здесь могут быть и какие-то мелкие бытовые ссоры, и затруднения в плане учебы, либо в целом, знаете как, вот иногда это еще проигрывается к первопобеде. То есть вы можете одержать успех в каком-то деле, но понимаете, что вам или в принципе это было не нужно, либо что эта победа досталась вам дорогой ценой. Так, что вас ожидает в плане работы? Старший Аркан Шут. Ну, это ситуация какого-то стартпапа, новых начинаний, в целом, новшеств. Не обязательно это может быть молниеносный рост по карьерной лестнице, либо новая должность. Это в целом ситуация каких-то новых ведений. Развитие, скажем так, да, здесь только предполагается для тех, у кого есть свое дело, для индивидуальных предпринимателей, для бизнесменов, потому что это карта новых проектов, новых стартапов. И, знаете, вот в целом, попытка, знаете, для многих отыграться, как начать с чистого листа. Если на текущий момент вы безработные, здесь может быть ситуация трудоустройства, но, знаете, как-то, либо для вас это будет по сути неожиданно, то есть вы можете пойти трудоустроиться играючи. Вот если я просто, да, мне мое, пойду попробую, а потом поймете, что действительно ваше, то, что вы искали. Так, с позиции финансов. Здесь у вас падает перевернутая двойка жезлов. Не могу сказать, что это карта материальных потерь, это, скорее всего, какие-то временные финансовые затруднения. То есть деньги у вас будут, но, вы знаете, их будет четко в расчет и впритык на какие-то те нужды, которые вы для себя определили и, в целом, уже, скажем так, заранее распланировали свои расходы. Здесь просто нет притока новых средств, либо сверхожидаемой вами прибыли. То же самое касается бизнесменов. То есть если вы ждете, что будет какая-то сверхприбыль, запланированная вами, нет, здесь будет ровно, скажем, та ситуация, которую вы себе наметили в бизнес-плане. То есть то, что вы себе просчитали. С позиции здоровья. У вас падает перевернутый король Пентаклей. Данный аркан часто указывает на то, что вам необходимо обратить внимание на сферу вегетососудистой сферы. Здесь могут быть не то, что это не проблемы сердца, сердечных заболеваний. Просто займитесь профилактикой сердечно-сосудистых болезней. То есть пропейте какие-то травы, настойки и так далее. Потому что эта карта часто указывает, ну, это карта, во-первых, тромбофлебитов, карта закупорки. Здесь вам необходимо, ну, либо пропить ряд препаратов, либо проконсультироваться с врачом. Здесь необходимо убрать ситуацию кислородного голодания. То есть либо должна здесь быть диета, либо какие-то умеренные физические нагрузки, которые помогут улучшить ваше самочувствие. Ну, как всегда, консультацию со специалистом здесь никто не отменял. Просто обратите, пожалуйста, внимание на этот аспект. С позиции личной жизни у вас падает перевернутая пятерка жезлов. Если на текущий момент вы свободны, то ситуация останется без изменений, потому что это в целом, знаете, как плыть по течению. Здесь отсутствие конкуренции, отсутствие желания бороться и делать какие-то изменения в своей личной жизни, то есть искать партнера, либо в целом выходить на контакт, искать новых социальных знакомств. Если вы на текущий момент находитесь в паре, то аркан четко указывает ситуацию, когда все ровно, без изменений, без каких-то, ну, вы знаете, столкновений лбами, ровное гармоничное сосуществование. Так, ну, из позиции совета, о чем вам говорят арканы, здесь у нас падает перевернутый император. Ну, в этом месяце вы немножко будете себя проявлять деспотично. И на самом деле вам это стоит сделать, потому что перевернутый аркан императора – карта человека-эгоиста. Возможно, пришло время побыть эгоистом, подумать не только о других, но подумать о себе, о собственной зоне комфорта, о своем эмоциональном, финансовом благополучии. Скажем так, в июне месяце с позиции совета карта говорит о том, что перестаньте думать о других, подумайте о себе. Побудьте в июне месяце эгоистом, поживите немножечко для себя. Почему? Потому что, если вы не будете этого делать, это будет подрывать вашу стабильность, вашу какую-то успешность. Здесь вам уже, знаете, как, ну, нужно, что ли, обратить внимание вашего окружения на то, что, ну, пусть немножечко мир повращается вокруг вас. Потому что в июне месяце вы будете каким-то ключевым звеном, будете немножко такой врединкой. Но это вам пойдет вам на пользу. Вот таким у нас вышел расклад на июнь 2018 года. Отписывайтесь, пожалуйста, впоследствии в комментариях, как у вас проигрывается, либо не проигрывается расклад. Буду вам крайне признательна за обратную связь. А я вас искренне благодарю за просмотр. С вами была Ева Лекцер. До новых встреч.